Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Богу в Духновенной Псалтирии. И сегодня мы будем читать 110-й Псалом. 110-й Псалом имеет надписание «Аллилуйя» как по септуагенте, так и по-славянски, и также по-еврейски. Главное содержание этого Псалма — верующий, в сердце которого присутствует страх Божий, и он трепещет перед Богом. Такой верующий никогда не заблудится в лабиринтах и в противоречивых всяких идеях, концепциях, потому что Господь будет оберегать его, чтобы он твердо стоял на том истинном пути Божественного Откровения, никуда бы не уклонялся в сторону. Надписание Псалма «Аллилуйя» означает, что это хвалебный Псалом. Псалом небольшой, в нем 10 стихов. И начало Псалма «Исповедуюсь тебе, Господи, всем сердцем моим в собрании и сонми праведных». Ну, мы уже знаем с вами, что то слово, которое переводится как «исповедуюсь», в еврейском оно может означать «восхвалите» или «благодарите Господа». «Исповедуюсь», то есть «благодарю тебя, Господи, всем сердцем моим». Нам есть за что благодарить Бога, и есть в чем исповедоваться перед Ним, и есть что свидетельствовать о Нем в этом мире, исповедуя веру в Него перед многими и многими. То есть одно слово, оно может иметь много значений. Но здесь для нас важна вторая часть первого стиха «всем сердцем моим в собрании и сонми праведных». То есть благодарить Бога надо всем сердцем. Что значит всем сердцем? Это значит не оставлять в сердце место во время молитвы для чего-то дурного. Чтобы сердце наше не блуждало во время молитвы, где-то в стороне от самих слов молитвы, чтобы все наши чувства были подчинены молитвенному ритму. Далее. «Велики дела Господни вожделенные во всем желании Его». Что значит вожделенные во всем желания Его? Здесь речь может идти, о чем Феодорит пишет. «Каждое дело его исполнено при мудрости, хвалу всех привлекает». А Зигабен пишет «Они вполне совершенны», то есть действия Бога. То есть вожделенные, это совершенные, заслуживают нашего внимания. «Во веки дела Господни вожделенные во всем желания Его». Желания Его по-славянски во всех волях. И здесь имеется в виду, что Его воля и желания Господа, они вполне совершенны. Они вполне совершенны. И мы должны именно вожделеть, наслаждаться величием Бога и подчинять себя желаниям Его. И далее с третьего стиха и ниже «Хвала и великолепие дело Его, и правда Его пребывает век века». «Хвала и великолепие» можно понять как «хвала и красота», по-еврейски «великолепие и блеск». То есть «блеск» — это как бы сияние. «Хвала и великолепие, дел Его и правда Его пребывает век века». «Памятными садил он чудеса свои». То есть мы знаем о чудесах Божьих, которые он творил с момента созидания мира и в жизни разных людей, участвуя в домостроительстве их спасения, даже целых народов. «Памятными садил он чудеса свои». И память об этих чудесах, конечно, содержится на страницах Писания. «Милостив и щедр Господь». То есть памятные деяния Бога, они нам показывают, что это деяние как проявление Его милости и Его щедрости. Милость, я напомню, это сострадание к оступившимся, а щедрость — это не просто прощение или милость, а еще и какое-то особое благословение для этих людей. Какое же благословение? «Пищу дал боящимся Его, будет помнить вечно завет свой». И пищу, которую нам Господь посылает, это прежде всего хлеб сверхсущностный, то есть его тело, его кровь, то, что обеспечивает нам вечное пребывание в его новом завете. «Силу дел своих возвестил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников». Действительно, управление язычников, оно рано или поздно прекратится, и все перейдет в руки верных. Язычник в библейском понимании — это не просто идолопоклонник. Это всякий, который что-то ставит между собою и Богом. Современное язычество — это страсти, связанные с азартными играми какими-то спортивными, это культ богатства, это привязанность к сексуальным каким-то деяниям. Боги современного мира — это, получается, спорт, секс, киноиндустрия, это доллар, это евро. И мы живем как бы в окружении этого пантеона разных ложных богов, которые стараются загородить собой от нас подлинный источник наслаждения и счастья, то есть Бога. Происходят подмены. Вместо того, чтобы национальной идеей иметь домостроительство спасения нашего народа, нам предлагается идея такого дикого капиталистического обогащения, культа золотого тельца и взаимной конкуренции. «Силу дел своих возвестил он народу своему», — 6 стих, «чтобы дать ему наследие язычников, и 7 дела рук его истины и правды, верны все заповеди его». То есть мы входим в труд его рук, которые есть истина и правда, каждое действие Бога, верны все заповеди его. То есть когда мы сохраняем верность этим заповедям, мы как бы можем иметь отношение к делам рук Божьих, как он осуществляет домостроительство спасения, рода человеческого в истине и в правде. «Утверждены они на век века заповеди его», то есть они никогда не потеряют своего значения, «начертаны по истине и правоте», то есть даже само надписание на скрижалях, начертание на скрижалях, все очень истинно и точно, «избавление послал он народу своему, заповедал навек завет свой». То есть сначала говорится о значимости начертанного закона, а потом об избавлении. А избавление по отношению к закону – это действие благодати во Христе и со Христом. «Начало премудрости страх Господен, разум добр у всех, руководящихся им, хвала ему пребывает век века». Рассмотрим этот последний стих, почему начало премудрости страх Господен. Разве в Библии не сказано, что в любви нету страха? Имеется в виду страх любви. Страх любви – это когда мы трепещем над тем, что мы возлюбили. Посмотрите, с каким страхом и трепетом родители берут на руки новорожденного младенца. Но это страх и трепет любви. Страх Господен является проявлением любви, когда мы испытываем страх и трепет, как бы нам не нарушить волю того, кого мы возлюбили всем сердцем своим, всем помышлением своим, то есть Господа Бога. Разум добр у всех. Если чувственный аппарат в результате грехопадения повредился, то разум, он все-таки не настолько пострадал, как апостол Павел пишет, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах своих, то есть в мире чувств, вижу закон греха, противоборствующий закону ума моего, то есть разума моего. Разум добр у всех. То есть мы должны руководствоваться не чувствами, которые очень повреждены, но разумом, который нам подсказывает, что чувствам особо доверять нельзя, их надо контролировать. То есть погрузить ум в сердце и рассматривать движение каждого чувства. Разум добр у всех, руководящийся им, то есть разумом, такое поступает правильно. А тот, кто руководится чувствами, тот поступает неправильно, потому что эмоциональные какие-то вспышки, всполохи, они не всегда в том направлении нас подталкивают двигаться. И окончание псалма, хвала ему пребывает век века. То есть нам и нашим потомкам век века есть за что хвалить, благодарить и прославлять его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!